здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирмы петерсон и я эдуард петер и для меня это как и для вас немножко неожиданно потому что мы с вами распрощались до 7 сентября сделали перерыв отпуск отдохнули отдохнете от меня я от вас и тут случилось несколько неожиданно и дело в том что я бродя по простору интернета наткнулся на вот это видео где за мамашечкой бегала куча таких желто-черных колобочков ну хававарта я и смотрел хававарта допустим моему удивлению это казалось своевременной такая то есть сегодняшнее видео от сегодняшнего дня неделю назад она была или две во всяком случае этого месяца я пошел на страницу где встречаются заводчики их неофициальную страницу и вдруг я нахожу что самое первое что да щенки до 9 штук до 5 из них блонд вот вот рыжие да и еще ни один не продан что удивительно буквально в начале лета то есть не в начале лета ну скажем так ранней весной я смотрел я вам говорил хававарты особенно белые разбираются блонд да то есть рыжие они разбираются мгновенно в общем даже сразу после рождения той до того как но вы помните что я нашел себе в общем то папашку который очень похож был на рычарда разве был и есть и я хоть как бы хотел щенков от него но это надо было ждать до сентября это только декор был то есть случка по-русски тон до месяца ждать потом надо ждать пока они вырастут еще три месяца потом надо ждать пока туда съездишь это тоже не за бугром здесь далеко ехать и это уже январь это уже начало февраля января и мне почему-то подумалось о том что в общем то ричард он должен остаться ричардом и если я возьму нового щенка то у него должно быть другое имя и он не обязательно должен похож очень точно на ричарда они все похожи сегодня убедитесь я сделал видео но есть некоторые отличия до которые я очень легко определяю похож не похож и так далее да и поэтому я поговорил женой сказал ты знаешь наверно мы возьмем щенка сейчас давай найдем ему имя ричард все ричард останется в памяти ричард я не хочу ричард 2 ричард 3 ну подумали нашли два имени мне понравился рой жене понравился рекс ну и ганту знаешь рекс это довольно таки русское такое имя хотя нет здесь тоже идет серия про полицейскую собаку называется комиссар рекс но оставили это как бы до будущего будущее но вот эти два имя мужа решили почему ну потому что во первых я предпочитаю чтобы в начале слова было прокатывающее такое р ричард рекс рой как бы ну считается что для собак более удобное имя я позвонил я позвонил и говорю так и так как у вас там собаками и вот они оказались все свободны и я нагрешу воскресенье мы встречаемся приедет этот папашка их не боска его зовут мама дайра и можно будет поговорить и с теми и с другими и я подумал что то действительно это редкая возможность то редкая возможность и ей надо воспользоваться я попросил свою сестру она заводчица русских тоев вот конечно из одного ретривера взрослого можно сделать штук двенадцать пятнадцать но тем не менее это собака она знает все эти правила и так далее не может уже говорить с ними там на профессиональном языке какие-то там называть формулы b1 b2 тогда я не знаю я в этом не разбираюсь и мы с не поехали я по пути немножко записал дорогу но к сожалению не отследил и обратном пути просто переписалась на дышками просто переписалась но это я так подумал для вас и неважно я начну это видео прямо с момента как мы только посетили я думаю это тоже будет вам интересно и хотелось бы вам это показать то есть смотрите итак друзья мы на месте это папашкин который не любит своих выводок это один из светленьких ну папашкин конечно здоровый кобель здоровый мощный кобель именно то что я люблю в собаках хававартах вот что он уверенный и большой внушают уважение собак так посмотрим теперь где наши малыши то что здесь сделано такие приспособления то очень хорошо это собачки сразу привыкают потому что шумно может быть гремит что-то это замечательно так сейчас мы посмотрим где тут маленькие спрятались вот один побежал второй побежал третий побежал очень общительные пёсики вот это по моему самый крупный какой у тебя шейник у тебя шейник красный так этот очень интересны мои штаны очень интересны вот и попробуйте выбрать так ну я хочу вообще-то крупного щенка так ну что друзья давайте знакомиться да они все очень общительные хотят попробовать мои штаны на зуб так и кто а ты кто да вы все одинаковые как я буду вас разбирать но я понимаю что ты так сильно просишься красный ты уже второй раз ко мне так лезешь чуть я не на лов не на голову уж ты хочешь обязательно чтобы я тебе забрал ну-ка красненький иди сюда ты большенький в общем-то собака больше всех остальных мне кажется мы еще посмотрим ну-ка сильно сильно как бы активный что тоже так всяко разно может где-то тут был зелененький мошенничка тоже симпатичный довольно таки да вот зеленый шинек так ну-ка красненький слушай ты кандидат вообще ты кандидат ты большой мохнатый красивый вот за тобой понаблюдай дорогой слабыми все нормально походка хорошая и вот мне кажется ты меня уже подвыбрал так не боишься лезть в будку в эту да отлично потому что назад нам придется дорогой ехать вместе так 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 на ка посмотрим как ты со своими не хочет с ними общаться он хочет со мной играться ну иди 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 если ты так настаиваешь как тебя зовут как тебе зовут как тебе зовут ребята не описуемое ощущение гладить такого это что-то что-то это как-то и что-то похоже чуть-чуть петь маша я хочу ты скуются легко отлично 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 нет Не? О, да, Баско. Хочешь, как ты? Не, 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 не... Не, 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 не. Хочешь работать с Ходом? Да, да. Правильно? Да, да. На Солокастер, я думаю. Да, вы что на дно? Да. Не? Ты будешь Кандидат? Баско, komm! Ты будешь Кандидат? Да. Да. Да! Да, во сколько ты, да? Да! На столке зря. Да, да. Твояacc. Твояк вannie. Твояк, твяк! Да. Твояк, х Launchкой, г apology. Индар-над 전х. wrote. Лег אנонлёвг. Твояка. Да. Веха, швеньяень. Сап plante例えば ты, оя вне у средневок стор, оя в cavalку. Да, как ты сказал... Равours с самой green��. Меня 움직иная. Равbart свои неравролито. Люка в низкого современного света Помахай нашим подписчикам, вот он наш кандидат, его зовут Рекс. Вот как тут, подорожено, с игрушками, вот здесь интересная штучка, иди покажу. Сюда щеночки наступают, и оно качается, оно там на пружинках. Чтобы он не пугался, да? Не, наоборот, они их приучают, да, они приучают, чтобы потом они не пугались. Да, ну хорошо здесь, да? Вот здесь вот туннель, бабочки могут тут бегать, да? А сейчас жарко, и вот они вот так вот в тенечке находятся, да? В тенечке нас тут, в тенечке, а, не красавица. А, как оно? Дайра? Сейчас, вот Дайра пришла. Дайра. Хорошая мама. Вот это пошел купаться. Ну, это пошел уже купаться. Жарко? Жарко. Вот так. Жарко. Жарко, дети. Погубер. Жарко. Время месяцев. Жарко. 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 Ну вот, дорогие друзья, мы с вами побывали у Заводчика. Мы посмотрели, сколько там всего, посмотрели на папу, посмотрели на маму. Это редко, когда мы попали именно на эту сходку, когда все вместе, и щенки, и мама, и папа. Но папа что-то щенков не особо признавал, рыкал на них и убегал. Но это не важно. Главное, что я себе выбрал. Дело в том, что почему я выбрал этого щенка, я за ним наблюдал давно. У них очень хорошо, что у них сделано видео. И на этом видео очень хорошо видно, как щенки общаются. И хотя в таком раннем возрасте определить характер очень трудно, но вот то, что я его клал на спину, и он спокойно оставался лежать, давая себе гладить, чухать и так далее, это уже хороший показатель психики щенка, хорошая предпосылка, скажем так. А делать щенка придется мне уже собаку из него делать. Но, во всяком случае, я очень доволен. Мы заплатили некую сумму, хотя от нас и не требовали, но как бы тут так, на доверии. Но в то же время я хотел подкрепить за собой право, и в то же время дать заводчику полное чувство, что этот щенок уже продан, и он уже кому-то принадлежит. Кто-то это я. А теперь мы с вами поедем домой. Ну и по пути, может быть, тоже что-то поснимаем, что-то, может быть, нет. Но посмотрим, да? Вот. Всего доброго. Давайте пока будем ехать. Ну вот, дорогие друзья, ничего по дороге особенного не было, поэтому я как бы не стал ничего записывать. Возвращаясь домой, в пути мы были тоже 3,5 часа, туда 3,5 часа, обратно, то есть, ну, 7 часов. Скажем так, все, мы договорились, дали задаток. Теперь Рекс, так будет звать нашего короля, будет у нас 29-го числа состоится переезд. И он будет в ближайшие 10-13 лет со мной. Я надеюсь, что мы подружимся, полюбимся со страшной силой. Я почему-то даже в этом и не сомневаюсь. Приятно было держать на руках, приятно было снова ощущать теплый нос на своей щеке. В общем, сбылось. Рад, что вы были вместе со мной при этом. Всего доброго, друзья. Я пошел в гараж. Верни, пойду. На этом наше видеопутешествие заканчивается. Я прощаюсь с вами. С вами был Дор Петер и Рекс. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну вот, мы с вами посмотрели видео до конца. И я хочу только сказать, что у меня сейчас такое очень чувство приятного ожидания, приятного сюрприза, что вот здесь скоро будет бегать этот рыжий, уже не маленький щеночек. Да, довольно-таки вы видели, вот, крупный. Не знаю, ребята, вот здесь какая-то цепь интересных совпадений. Дело в том, что я вам сказал, что мы решили назвать свою собаку или Рой, или Рекс. Жене больше понравился Рекс. А у заводчиков есть пометы, также в России, также здесь в Германии, когда если на букву Б, то они должны быть Боско, там, я не знаю, Барбариско. И эти имена дают сами заводчики. А те хозяева перенимают или не перенимают? То есть они не исправляют документ, документ уже все нельзя исправить. Он уже зарегистрирован. И я так подумал, как многие делают, то есть ладно, в документах он так, а здесь будет он, допустим, Рой. Там он может быть кто угодно, Роберт или еще что-нибудь. И тут началась интересная цепь совпадений, продолжилась вернее. Сначала я внезапно наткнулся на видео, потом оказалось, что это видео как раз сейчас произошло, что эти щенки существуют, а не то, что это год назад снято. Потом сестра оказалась внезапно так свободна этот день, что мы могли поехать. То есть я чувствовал поддержку. И вот когда мы приехали, вы видели в начале самом видео, что он стремился прямо ко мне. Другие не так, они пришли, пожевали, что они ушли. А он как бы стремился и соответствовал всем моим критериям. Поэтому сказал, что ты будешь кандидатом. Ты будешь кандидатом. Я посмотрел, как он там себя ведет. То есть он абсолютно не агрессивный, такой живой, веселый и не боится ничего. Залазит в воду, играет в погремушки там. У Ричарда была такая небольшая фаза, что он боялся всего. Этот нет, этот привыкший. И потом, когда я спросил, как его зовут, вдруг выясняется, его зовут Рекс. Ну и все. Ну и все. Вот это было последнее. Мне было, в общем-то, не важно. Я уже сделал выбор, не важно, как он там, Роберт, может быть, действительно звали его, или как еще, Ракета. Или Рокет, Рокси. Нет, он действительно оказался Рексом. И я понял, что это знак. Это знак. Во-первых, я говорю, что... Я сразу, с самого начала заметил, заметил его, как бы, тягу ко мне. Ну, не то, что ко мне, он просто очень любопытный такой, да? Более других такой, любознательный. И... Я решился, ребят, я решился. Теперь, 29-го числа я поеду туда, и этот трехчасовой путь нам с ним придется проделать, да, от дома до хаты. А здесь он уже начнет обживаться. И, если хотите, напишите мне об этом. Я буду вас с ним знакомить. Я буду с вами с ним знакомить. Естественно, я буду делать теперь фотосессии с ним. Потому что возраст этот милый, он быстро-быстро уходит. Быстро уходит, поэтому его надо ловить. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Мне будет приятно, если вы что-то об этом скажете. Всего доброго, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok